Здравствуйте и добро пожаловать обратно на Солдсхайм в Бладмун на канале Ласт оф Варри. Мы конечно играем в дополнение известное к Муруэнду и здесь моя коллекция ништяков, которые выбрасывать жалко, а нужны не очень. У меня есть конечно и кольцо Херсина, которое здесь почему-то названо на Г, я его использовать не буду, оно дорогое, можно было бы продать, но мне деньги не очень нужны к настоящему моменту, можно безо всяких читов собирать достаточные суммы, исчисляющиеся сотнями тысяч местной валюты. Так что мы продолжим дальше, технически-то мы победили-выиграли, но мы недостаточно далеко продвинулись в плане поселения Вороньей Скалы, где мы как бы играем за хороших. Поэтому давайте мы переместимся, по-моему у меня уже есть запись необходимая в дневнике, которая нас призывает продолжить, так что я возьму вмешательство. Окей, да, хорошо, теперь мне нужно как бы туда, давайте я забыла отжать капсулок, который всегда включается, когда начинаешь играть в игру, теперь мы можем прошествовать с этим корабликом во более коротком направлении. О, разве это... Да, это так. Привет. Транспортных услуг, как я говорил, вполне достаточно, но мы будем развивать это поселение Кольцо Херцина, я оставлю, потому что оно, я подозреваю, что оно будет нас трансформировать в оборот, не может быть даже, не знаю, я не пробовал. Может быть, как-нибудь попробуем, но пока что я хочу прокачать до конца, перед тем, как я закончу играть в эту... В порядок с пашем, дополнение, все-таки это поселение до конца. Да, я по делу. Карнилс, окей, я только что оттуда, вот незадача. Давай я не буду магию тратить, хотя... Давайте-ка. Все равно. Черт с ним, значит мне нужно обратно зря. Зря я пошел туда, потому что Карнилс находится здесь, примерно в области тамого этажа. Я застрялся здесь. Да, и ты меня уже достал. Я умру, продолжайте. Почти же тебя отстану на... Ацтряну, на тот свет. Я думаю, окружающая не обрадуется. Я выбрал Фалька. Отлично. Так для меня даже лучше. Окей. Хорошо. Давай сюда. Теперь, когда мы линию основную прошли, мне Скальская деревня нужна мне очень. Пошли. Да, я отчитался. Похоже, ничего не дается просто аварии. Замена Карнилсом грузового судна принесла только новые проблемы. По имени Баро Игнатиус. Он, похоже, думает, что заслуживает дополнительной платы за доставку нам припасов, а нашей руды обратно на материк. А у меня совершенно нет желания идти ему на уступки. Почему бы тебя не попытаться образумить его? А где он, наверное, еще одна решение? Это еще лучше. Вы так одновременно говорите, мне как-то это напрягает даже. Уризонисью. Да, а где он находится? Наверное, здесь на пристани. Да, здесь теперь есть корабль и пристань выводит более серьезную. Я думаю, что в данный уровень ничем, но мы сохранимся. Конечно же. Давайте мы тебя тоже прокачаем в смысле отношений и попробуем поговорить. Дополнительная плата. Именно. Видишь этот корабль? Он не сдвинется с места, пока в моих руках не окажутся деньги, которые мне должны. Твой босс уже знает мои условия, если только ты не принес их мне. Я предлагаю тебе проваливать отсюда, иначе ты можешь пострадать. Правда, что ли? Алберот. А где Алберот? Я могу бы, наверное, пропрыгать сюда, но я не думаю, что здесь можно быть тут. Нет. Нельзя убиться. Дверь закрыт, лук закрыт. Не факт, что даже здесь есть какой-то интерьер внутри. Правда? Очень милая картина. Но довольно бесполезная, к сожалению. Ну, у меня, в общем, плохие новости. Не ясно совсем, что делалось. Давайте посмотрим. Сначала я передам новости, а потом, может быть, мы достигнем какого-то другого решения. Но верное решение, это еще лучше. Угу. Видишь, он абсолютно не желает внимать голосу разума. Но должен быть способ убедить его в аварии. Погоди, с Апрони. Может быть, удастся как-нибудь сыграть на его знакомстве с Алберотом. Окей. Кто она такая? Вот она, что ли? Да? Неужели это Апрони Альфина? Осмелюсь сказать, ты один из самых приятных людей, что я встречала. А это много говорили. Ага. Мне тоже очень приятно. Но у нас тут, понимаешь, такое щепетильное дело, которое нужно уладить. Альберот. Он был совершенно бездарным капитаном, скажу я тебе. Этот старый маленький босс мир. Хотя он был лучшим бойцом в провинции, он всегда носил с собой эту саблю. Но когда корабль разбился, его ранило. Несмотря на все разговоры о том, какой он хороший боец, он не продержался долго против этих ужасных созданий, нежицы. Мне пришлось взять его саблю и защищаться самой. Она определенно хорошая вещь. Хотя теперь, когда я думаю о ней, впрочем, мне кажется, что она не особенно-то и к чему. Вот возьми ее. Не так, чтобы она была такой уж ценной, но по-моему ты скорее найдешь ей применение, чем я. Спасибо, я это очень ценю. Возможно, мы сможем умаслить, значит, нашего низговорчего нового капитана. Привет. Приятно познакомиться. Ага. Ох, если бы только он был здесь. Он бы тебе показал. Он не любезничал бы с тобой так, как я. Да, он такой сварливый маленький босс мир. Если бы ты надоедал ему так же, как и мне, он наверняка уже раскроил бы свои сабли и твой череп. В следующий раз, когда я увижу его, я обязательно упомяну о тебе. Возможно, он нанесет тебе визит. К сожалению или к счастью, зависит от точки зрения, это невозможно. А вот сабля у меня есть. Что, ты хочешь сказать мне, что она у тебя? Конечно, болтать каждый может. Но парень, как Элберот, так у себя не вел. Он не стал бы говорить, что у него есть сабля. Он показал бы мне, что она есть у него. Парень похожий на Элберота. С его саблей он должен все очень хорошо понимать. Или ему придется сильно пожалеть. Ты что хочешь, чтобы я ее экипировал, что ли? Давайте, кстати, посмотрим. Ну, вполне обычная стандартная сабля, честно говоря. Угу. Не пытайся заблазить меня, ты. Этот меч, он похож на меч Элберота. Это его сабля? Как ты? Но где? Так это правда? Он мертв? Ты же не хочешь сказать мне, что ты... Я имею в виду... Ты... Ты ведь не убил его, да? Хорошо, послушай. Возможно, я немного погорячился. Хорошо? Как насчет того, что я сейчас подниму паруса и доставлю руду? Между нами не будет никаких проблем. Только... Только не трогай меня. Послушай. Я уже отправляюсь, видишь? Молодец! Раньше бы так. Мне, собственно, сабля сама не нужна, но теперь я могу отчитаться. Правда? И у нас дело продвинется. Будем надеяться. Угу. Отличная работа. Отличная. Возможно, все начнет возвращаться в нормальное русло. Тысяча монет. Окей. Решил я проблему. Теперь, может быть, ты меня повысишь? Негациант. Восточной имперской компании. Так. Ну и следующее задание. Посмотрим. Шахты теперь практически ничего не выдают о Варе. Вода исчезает, и если мои подозрения верны, это Урин Марин. Ответственным за ее исчезновение. Конечно, моих предположений тут недостаточно. Нам нужны доказательства его воровства. Кто он такой? Я не скажу тебе, откуда ко мне поступила эта информация, но я думаю, что он прячет руду в сундуке в своем доме, пока не передаст ее кому-то еще. Я хочу, чтобы ты нашел этот сундук и забрал из него руду. Тебе понадобится этот ключ, чтобы проникнуть в ее дом. Да, наверное. Что еще может случиться? Окей, много чего может случиться. Давайте, прежде всего, мы сориентируемся. У меня есть, по-моему, 200, да. Было 200 единиц до того, как я взял эту саблю. Будем надеяться, остатка хватит газоподъемности, да, чтобы я взял, собственно, руду. Сколько там ее есть? Урин. Вот, вот, вот этот вот. Я, наверное, мог бы его взломать. Я тут столько народа, что не факт, что у меня бы вышло без того, чтобы на себя штраф принял. А этого бы мне не хотелось. Так, нам нужен сундук. Ну-ка, еще одна комнатка. Can you this pusto? Ага. Либо он не вор, либо в душе забрали. Посмотрим, что у нас здесь. Да, сундук пуст, это я и сам вижу. Пустая бутыль. Еще что-нибудь подразительное. Какие-нибудь заметки. Записки. Может быть, какие-то улики, но ничего, кроме мешков, я не вижу. Да, ну, у нас тут интеллигентная такая миссия. Ага, разведывательная. Поэтому я не буду следить. Да, я по делу. К сожалению, там ничего нет. Моя информация была очень надежной, но, возможно, его кто-нибудь предупредил. Я не утверждаю, что у меня здесь, на Воронье скале, монополия на слежку. Но если у нас нет никаких доказательств, тогда, возможно, нам удастся поймать его с поличным. Он должен быть в шахте. Последи за ним и посмотри, не сделает ли он чего-нибудь подозрительного. Будь осторожен. Тебя никто не должен видеть, так как его могут предупредить о твоем присутствии. Мои легкие должны быть такие же черные, как эти скалы. Торговец, это хорошо. Вход в шахту тоже неплохо. Давайте мы сначала навестим торговцу и посмотрим, что за ассоциалент. Привет. Я раньше, что ты ко мне так хорошо относишься. И у тебя есть болты. Ага, да. Болты это неплохо. Сколько у меня тут чего? Только 36? 39? Че, и все, что ли? Давай, это плохо. Давайте мы возьмем, значит, всю сотку. А это мы возьмем. И рис тоже очень хорошая штука. Окей, ну хотя мы так. Не дуешься? Отлично. Теперь, перед тем, как я углублюсь, я вернусь... Я хотел выложить часть барахла, которая мне не нужна. Например, эту саблю трофейную. Например, копьишка, возможно. Я оставлю себе благословленное старенькое копье. Так, оставлю два этих милых артефакта. Саблю и копье было славленное. Потому что есть у меня более хорошее копье охотника, что ли. Да, вот это, которое к тому же еще и легче. Правда, у него эффекты не постоянные, но все равно довольно хорошие. Так что я думаю, оно того стоит. А таскать с собой мне их бы не хотелось. Поэтому сделаем так. Так, теперь мы продвинемся дальше. Так, вход в шахту с другой стороны. Отлично. И у меня есть даже, по-моему, подходящие вещички. Где-то здесь у меня был амулетец с ценой. В котором есть зарядов достаточно, чтобы сколько раз, раза три. Я могу его применить. Действует он 60 секунд, что тоже неплохо. Окей. Ну, давайте мы сохранимся до ничего. Окей. Шахта довольно типичная и не очень аккуратная. Распорки здесь есть, но они такие периодические. И довольно примитивные, но пока они работают. Так. Ты из кто? Аккуратно. Я надеюсь, что именно тот, кто нам нужен, правда? Следим, следим за засранцем. И, конечно, мнимых и миллион восемьдесят процентов поможет. Это не совсем невидимость, но примерно так же полезно. Ократно. Расслабься, чувак. Я могу дойти ночью, чем больше не хотел у тебя из поля зрения выпускать. Окей. Вижу второго товарища или товарку. Еще раз применим. Счастье. Аккуратно. Аккуратно. И у них дополним. Замечательно. Чем дополним? Я последовал за Урином Марином. В культовую, где у него не было никаких дел. Садим за индикатором. Действительно Урин Марин. Ну что, это все? Хватит нам таких, как вы думаете. Он здесь просто остается. Аккуратно. Альдам Бериндус. Хорошо. Допустим. Попробую отчитаться по этому вопросу. И будем надеяться, что этого хватит. По крайней мере, для следующего шишка. Для следующего этапа. Окей. А где я? Здесь я должен идти. Ну что ж, кое-что я узнал. Еще не одно, так другое. Еще одна дневная норма руды. Почему я сразу не запросил вас пристрастием? Ну хорошо. Я думал, мне нужно сначала втиховую отчитаться. А не допрашивать его сразу. Чтобы, возможно, проследить за ним дальше. Но, возможно, я был не прав. В любом случае это, недостатку, недоработку, легко исправить. Это мы есть очень хорошее объяснение. Правда, и какой же она? Да-да, понимаешь, я... Но я был... Ладно, хорошо. Ты поймал меня. Но я клянусь, я не хотел сделать этого. Делать. Ага. А я чего же это хотел? Карниус заставил меня. Он сказал, что убьет меня, если я не украду как можно больше руды. А вот это уже интересно. Он признался в том, что воровал руду из шахт, но он утверждает, что делать это его заставил Карниус. Хорошо. Я прыгаю дальше. На этот раз с более подобными новостями. Раз. И два. И даже три. Здрасте. Еще новости. Большие новости. Как я и подозревал, я не хотел говорить об этом раньше, но я был уверен, что Карниус имеет отношение ко всему этому. Ну, теперь, когда у нас есть свидетель, возможно, пришло время обратить внимание инвесторов на эту проблему. Я позабочусь, чтобы Урин пока был изолирован в одном из складских помещений колонии. Иди и выяснишь, что Карниус может сказать свое оправдание. Хорошо? Ага. Ради тебя. Я не думаю, что он будет оправдываться, поскольку ему плевать на чужое мнение, насколько я мог заметить. Я застрял здесь. Навечно. Я умру. Ты выбрал Фалька. Отлично. Так для меня даже лучше. Чем лучше мы твою агентуру открыли? В чем дело? Ну, понимаешь... Нет, не эти грабители, видимо. Ага. Урин Морин. Он вор. И, очевидно, также еще и лжец. Ох, не волнуйся. Я разберусь с этим лично. Но, уверяю тебя, я не имею к этому никакого отношения. Ну, конечно. Все-таки он решил заворачиваться. Ну, что ж. Нам потребуется, во-первых, проследить за безопасностью нашего дорогого гражданина. А, во-вторых... Да, чтобы он не умер. Чтобы его не убрали раньше времени. А, во-вторых, все-таки нарыть еще что-нибудь. Попрыгнуть себе товарища. Попрыгнуть дальше. Как лягуха какая-то. Привет. Ну, он как? Частично решен? Да, и может быть, решен окончательно. Так что... Так что я прав. Он не только может. Он был решен окончательно. Фигово вы его прятали, товарищи. Прямо-таки непрофессионально. Он был найден мертвым вскоре после того, как был посажен под замок. Конечно же, у меня нет доказательств, что он был убийцей. И нет никаких свидетелей. Я уверен, что в Кардиллс имеют к этому какое-то отношение. Но, так как я не могу доказать это, я не думаю, что вправе предъявлять ему обвинение. Ну, а по крайней мере, воровство теперь должно прекратиться. Ты проделал отличную работу, Варя. Спасибо тебе. Ну, то есть, как это отличную работу? У нас концы-то оборваны. И по-прежнему он может, Кардиллс, предпринимать какие-то вещи незамечательные. И строить дьявольские планы. Ну, ладно, дайте мне хотя бы повышение за это. Теперь я чиновник Восточно-Имперской компании. Ну что ж, неплохо. Давайте сохранимся. Еще раз пойдем по новому циклу. Всегда что-нибудь случается. Угу. Сейчас все наши силы отнимают завершение текущего строительства. В колонии. Найди меня, когда мы закончим с этим. Что, еще несколько дней? Еще один день, еще одна дневная. Окей. Допустим. Правда. Можно было бы пошляться по некоторым каким-нибудь дарям. Мы же далеко не во всех этих курганчиках были, по большому счету. Но я хотел бы сосредоточиться на имперской компании. Поэтому, возможно, я просто поскипываю время. И этого меня схватит. И этого с меня хватит. Окей. Хорошо. Во-первых, мы, конечно же, посмотрим на них. Но для начала я хотел бы посмотреть, как достроили чего. Ага. Вот здесь у нас, по-моему, были раньше постройки незаконченные. Здесь мы видим по-прежнему такие габариты специфические. Но по факту они уже завершены. Что неплохо. Правда? Бар у нас есть. Окей. И здесь, значит, тоже. Мы можем почитать журнал. Вторая фаза строительства должна быть завершена. И верно. Так оно и есть. И я проверю, значит, поиск работы. С ее местечко у нас теперь есть бар. Новый склад. Новый дом. И еще один новый дом. Я, наверное, прошу в бар. Но сначала мы проверим работу. Мои легкие должны быть такие же черные, как эти скалки. Вот у него. Еще один день. И еще одна дневная нота. Следующий броня. Да, у меня есть кое-что, что требует срочного внимания. Что-то непонятное творится с Силлером Феррел Нимом. И я хочу, чтобы ты разобрался с ним немедленно. В смысле разобрался? Я не знаю, что нашло на него. Говорят, что он набрасывается на всех, кто входит в бар. Это совсем не похоже на него. Выясни, что там происходит и попробуй успокоить его. Хорошо? Вероятно, он все еще там. Может, товарищ перебрал. Может, что-нибудь в бухлишко подсыпали, например, в качестве варианта. Но мы можем только одним способом это узнать. Ты идешь туда? Да, правда? Что тебе приказали сделать? Пожалуйста, не причиняй зла моему мужу. Ага, ты его жена. Да, Дролора Феррел Ним. Я просто не знаю, что нашло на него. Он вчера был таким больным, и мне казалось, что он устал. Устал быть старым. Устал от постоянного ощущения своей бесполезности. Но я просто не знаю, зачем он делает все это. Пожалуйста, не причиняй ему зла, Аварри. Я не знаю, что я буду делать без него. И причиняй ему вреда. Умоляю тебя. Если он попытается ввязаться с тобой в драку, просто не отвечай. Он не сможет продержаться очень долго. Ну, хорошо, у меня есть зелье, которое восстанавливает, собственно, стамину. Запас сил. Так что я думаю, нас ждет удача. А вот и сели. Окей, я полагаю, тебя послали разобраться со мной. Да, ну тогда давай займемся этим. Ты ведь не трус, а? Давай, страдись со мной. Если мне суждено умереть, то я умеру сражаясь. Так вот с чем дело. Он не хочет умирать от старости. Ну, окей. О своей же дне он, видимо, не думает. Окей, он меня вырубает троху. Это не отнимешь. Но вот что еще не отнимешь у меня. Я все это время отыскаю не эти зелья, а вот эти зелья. И почему бы мне их не выпить пару штук? 40 пунктов в секунду на минуту времени почти, что это довольно-таки достойно. Сволочи есть! Посмотрим, вычикаешься ты или нет. Как какое-нибудь открытое шампанское, да? Ну или какая-нибудь газировка. Не могу. Не могу больше драться. Слишком устал. Просто сразись со мной, хорошо? Давай. Я слишком устал. Я не могу больше сражаться. Убей меня, хорошо? Я просто... Просто скажешь им, что у тебя не было другого выбора. Что тебя пришло защищаться. Я больше не могу жить. Почему ты хочешь умереть? Почему? Посмотри на меня. Я старик. Мое здоровье ухудшается. Я больше не могу работать в шахте. И я стал обузой для моей семьи. Я не хочу умереть в постели, разве ты не понимаешь? Это не та смерть, которую достоин мужчина. Ну, допустим. Но как же твоя жена? Моей жене будет лучше без меня. Не важно, знает она это или нет. Что, у тебя другое мнение? Ну, я думаю, твоя жена в состоянии своим умом жить. И она, в общем-то, им пользуется не хуже, чем ты, возможно, даже лучше. Так что это, наверное, не единственный выход. Потенциально. Как я понимаю, ты пытаешься убедить меня, что моя семья важнее, да? Послушай, я не хочу, чтобы все закончилось так. Но не хочу так же, чтобы Дролора видела, как я буду чахнуть у нее на глазах. Я не хочу, чтобы ей пришлось заботиться обо мне, потому что я не могу сделать это сам. Просто убей меня, хорошо? Положи этому конец. Не. Ты прав, ты прав. Я знаю, что ты прав, извини. Я прекращу это и постараюсь смотреть на вещи оптимистически. Ну, насколько возможно. Окей. И у меня даже еще не совсем закончился этот эффект. Я слушаю, говори. Который, кстати, не учитывает Зиви, ведьма. Ну ладно, не важно. Спасибо за то, что пощадил жизнь Селлера, Варри. Так, пожалуйста. Всегда рад, когда есть альтернативные способы достижения необходимых целей. Всегда что-нибудь случается. Ага. Спасибо тебе, Варри. Убить его было бы проще всего, и ты был вправе это сделать. Но ты проявил сострадание, и я хочу вознаграждить тебя за это. Полторы тысячи монет. Неплохо. Окей. Следующее звание надо полагать. Меня ждет тоже, вместе с выполнением этой миссии. Неправда. Заместитель Восточно-Инперской Компании. Окей. Хорошо. Мои легкие должны быть такие же черные, как эти скалы. Угу. Действительно, постоянно что-то происходит. Ну что ж, мы выполнили несколько миссий всей компании. Я не думаю, что можно рассчитывать на то, что они мне в конце концов предоставят здесь тоже Хаску, но это было бы очень мило с их стороны, к сожалению, вряд ли. Это произойдет, так что давайте мы эпизод пока что закончим. И может быть в следующий раз мы выполним оставшие 70 миссий. Я, честно говоря, не знаю, сколько их можно было бы в Вике посмотреть, но пока что я этого делать не буду. Мы, наверное, зайдем сюда. Я не совсем уверен, что пространства для камер хватит, чтобы она здесь красивенько вращалась. Да, но у нас зато неплохой обзор. Я сомневаюсь, что здесь осталось много приключений. У вас есть некоторое время, чтобы предложить мне какие-то другие сайдквесты, если вы смотрели это прохождение, и вы хотите, чтобы я прошел какую-то сайдмиссию, сайдквест, о котором я не знаю, то вы мне можете написать про него, и мы попробуем на него посмотреть. Если это что-то интересное, из ряда воно входящее. Если нет, то, значит, в следующем эпизоде мы добьем действительно миссии этой кампании. Если их будет достаточно небольшое количество, то уже 3-4 миссии, я думаю, можно уместить в эпизод, чтобы он не стал слишком большим, если они такого же размера, как и оставшиеся. Посмотрим. В любом случае, спасибо за ваше внимание. Если вам эпизод понравился, то вы знаете, что делать. Конечно, всегда помогает, когда вы делитесь им в социальных сетях. Я был Last of War с канала Last of War Беларусь. До встречи в следующий раз, и спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok